Мария признается, последние дни она провела в ожидании того, что суд встанет на ее сторону и дело прекратят за малозначительностью. На прошлом заседании защита суд об этом просила, опираясь на принятое Верховным судом России постановление. Оно рекомендует принимать во внимание разные факторы, в том числе имел ли подсудимый преступный умысел. Но после двухнедельного перерыва прокуратура осталась непреклонна и высказалась против прекращения дела, объяснив это нарушением установленного порядка. Суд с обвинением согласился и в прекращении дела отказал. Тогда защита попросила о другом, вернуть дело на дополнительное рассмотрение в прокуратуру. Апеллировали снова к постановлению Верховного суда и к тому, что в обвинительном заключении не рассмотрели немало чрезвычайно важных факторов. Пользовательскую аудиторию подзащитной в социальной сети, опять же данные о ее личности, о приверженности радикальной идеологии. Суд назначает перерыв больше двух часов и, наконец, вердикт. По сути, он подтверждает то, о чем говорила защита. Доказательств вины Матузной предоставлено недостаточно. Дела возвращают в прокуратуру на доработку. Мария не скрывает радости. В ходе этой доработки они могут решить, что там нет никакого преступления в связи с новым пленумом и законопроектом Путина. И в связи с этим могут, в принципе, дело закрыть в прокуратуре и никаких проблем у меня уже не будет. Впрочем, сторона защиты не исключает и другой вариант. В ходе дорасследования дело могут из уголовного перевести в административное. А это для его клиентки лучше лишь на первый взгляд. Это уже не реабилитирующие обстоятельства. И, соответственно, получается, что правоохранители, суды, прокуратура, то есть они, получается, герои у нас. А если взять на самом деле, то для Марии ничего не меняется. Она остается экстремисткой. Вероятнее всего, защита решения суда обжалуют. До рассмотрения дела прокуратуры займет не менее месяца. После чего станет известно, вернется ли дело в суд. Между тем, Мария призналась журналистам, что ее историей заинтересовался федеральный телеканал христианской направленности «Спас». Девушку пригласили на передачу «Разговор с атеистом». Мария надеется, что ради поездки ей временно отменят подписку о невыезде. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.